Всем привет! Меня зовут Ксюша Хоффман и добро пожаловать на мое новое видео! Да-да, я знаю, что видео не было 5000 лет, но что вам еще могу сказать? Shit happens и... У меня нет больше оправдания! Ладно, насрать забыть, не вспоминать, как мы знаем. В общем-то, добро пожаловать на третью часть неудачных свиданий! Я покопалась в чертогах своего разума, ну точнее в остатках своего разума, все, что осталось от моего алкоголизма. Ситуация абсолютно классическая. Одним одиноким вечером, я помню, что это были выходные, но то ли это была пятница, то ли суббота, то ли воскресенье. Мои друзья поехали тусоваться, по-моему, в какой-то клуб, в который я уже устала ходить. Они поехали в гей-клуб, а я, если честно, уже устала тусить в гей-клубе, хотелось натурального мяса, поэтому я решила зайти в Тиндер и как-то скрасить свою вечеринку. Писались с парнем, вроде все было, ну типа, чики-пуки, ну то есть он не особо меня напрягал, он не показался мне каким-то тупым или очень страшным. Ну, собственно, я подъезжаю, меня встречает, ну, обычный молодой человек. Ничем не отличался от того, что было на фотографии, а мы с вами знаем, что такое тоже бывает. Хотя парни жалуются на то, что девушки не похожи на свои фотографии. Парни, у меня есть к вам большие вопросы. Он говорит мне, Ксюша, давай зайдем в магазин, купим бутылочку, две вина, прогуляемся и, если захочешь, потом куда-нибудь пойдем посидим. Ну, я без задней мысли такая, хорошо, ладно, ну то есть, положим в пакеты, как подростки, как будто у нас нет денег где-то посидеть там, типа, нам нет 18, чтобы нам продали в заведение. Спасибо, что, как говорится, и на этом, что я не одна дома сижу. Да, как бы, а вы знаете, часики тикают, да, пизденка как бы не ждет. И мы, большая круглая территория, вокруг которой стояли лавочки. И, в общем, он говорит, давай посидим, я говорю, да, давай посидим, потому что, если честно, я нашагала с этим чуваком 20 тысяч шагов. Это реально невозможно гулять, это классно, это здорово, это активный образ жизни, но, ебать, если это свидание, пройдись просто и пойдем куда-нибудь посидим, потому что гулять в ночи по какому-то спальному району, ну, мне не нужно объяснять, что это трэш. И, в общем, я сажусь, и он мне такой, говорит, сейчас я приду. И, как вы понимаете, это двор, стоят вот так вот вокруг лавочки, и сзади есть, ну, там, несколько каких-то деревьев. Я слышу, как буквально за моим правым плечом течет струя. Я сижу, я понимаю, что мои глаза просто расширяются от шока, и я такая думаю, нет, он не мог начать ссать прямо за моей спиной. Ситуация абсолютно классическая. Я поворачиваю голову, и я вижу, что он реально стоит, писает, и он поворачивает голову, видит мой ошарашенный взгляд и говорит, «Чао, я приду, подожди». Я думаю, боже, какая жопа происходит, куда я попала? Ну, в общем, на этой стадии я понимаю, что мне нужно быстрее допить вино, потому что я его купила. Она была богатой, но очень несчастной, одинокой. Позднее, было что-то уже в районе 12 ночи, и я, значит, допиваю вино, и говорю ему, что «Малыш, чао, Белла, дозревай». И он мне говорит, «А пойдем ко мне посидим, иначе, типа, для чего мы вообще встретились?» И я такая, «Чао, да пошла б ты, хуй з***ка, чтоб ты сдохла!» Подумала я, и я такая, в смысле, мы встретились, ну, не знаю, пообщаться, познакомиться. Мы вроде классно проводили время, и как-то все не склоняло к сексу. Ну, короче, как-то все «Эл», и он такой, «А куда ты поедешь?» Я думаю, «Ах, ты хитрожопый уродец!» То есть ты обгуливал меня, пока закроется метро, ты ждал, чтобы зазвать к себе и переспать со мной. Причем мы не обозначали в переписке, в самом начале, что мы там встречаемся для каких-то половых отношений, понимаете? Я ему отвечаю такая, «Извини, я богатая, я могу вызвать себе такси!» Причем я не могу сказать, что мне как-то супер далеко было ехать, ну, то есть это не из разряда, знаете, там такси за полторы тысячи, как у тиктокеров. Дикие извинения. Ну, короче, вот такое вот свидание было в моей жизни, на мой взгляд, оно максимально неудачное, парень-козел. Потому что, ребят, если вы знакомитесь на сайтах знакомых для того, чтобы подбрахаться, пожалуйста, предупреждайте об этом. Потому что, ну, типа, я хотела пообщаться, я не хотела секса. И когда... Русский язык. Ты не говоришь о своих желаниях, вы разочаровываетесь оба, потому что ты бы не мог тратить свое время на меня, которое тебе бы не дала. И я бы не тратила время на такого хама, как ты, чтобы не испортить себе вечер. Вторая история. Это не то, чтобы прям неудачное свидание в плане со стороны парня. Это больше трэш с моей стороны. Поцелуй превращает жабу в прекрасного принца, а рюмка водки превращает тебя в жабу. Ну, короче, неважно. И мы вызываем такси, выходим к дороге, чтобы сесть в это такси. И пока мы его ждем, там, короче, у дома стояла мусорка. Выходишь, типа, со двора, стоит мусорка, и под дорогой проезжает часть, куда подъезжает такси. И тут мы стоим ржом у горами, и я вижу у мусорки тапки, мать твою, Рибок. И ничего в голову лучше не приходит, чем нацепить эти тапки Рибок прямо на свои туфли, а туфли на каблуке, естественно. И они так хорошо сели, что я про них забыла и села в них в такси. Ну, то есть, вы понимаете, да? Все такое красивое в платье на каблуках, и тапки Рибок с помойки верхом на моих потрясающих туфлях. И он видит, как пьяная я в полные просто щи в ноль выкатываюсь из такси в каких-то тапках сверху на каблуках. И он такая, ай, здорово, ты пойдем.